сегодня я буду разводить вот такое прекрасное удобрение с микроэлементами гумат плюс 7 и встала проблема как же его правильно разводить на 10 литров воды вот если сухого брать вещества я высчитала что нужно 167 грамма еще каждый раз боже взвешивать что ли поэтому решила сделать маточный раствор развести этот пакетик в литре воды вот смотрите вот так выглядит это вещество насыпаем в баночку я делаю раствор готовый чтобы он у меня уже был разведенный высыпала в бутылку из-под суши мне нравятся такие жесткие бутылочки как раз литровый развожу наливаю литр воды вот у меня получается готовый маточный раствор гуматокалия вернее гумат плюс 7 таким раствором будет удобнее пользоваться чем если разводить каждый раз грамма эти вот эту упаковочку сразу удобно вот чулки из-под чулков резинки рвутся а из-под чулков вот так вот раз все держится вот готовый раствор у меня готов гумата значит такого раствора сделал я расчет нужно брать на ведро воды 10 литровый 33 3 грамма 3 миллилитра 33 3 миллилитра вот смотрите одна столовая ложка в миллилитрах у нас 11 3 столовые ложки 39 то есть ну будем брать две с половиной ложки вот этого раствора на 10 литров воды наконец-то я разобралась с этим в интернете поискала нет таких расчетов поэтому сделала сама и вот так мне теперь удобно будет пользоваться буду брать ведро ложку столовую и на ведро воды 2 можно 2 брать можно 2 с половиной ну и вот так вот себе еще наклеиваю памятку две две столовые две с половиной столовой ложки на 10 литров воды все теперь мне будет очень удобно работать рекомендую хорошее средство отмеряем ложкой уже разведенный раствор гумата плюс 7 одной рукой мне неудобно две столовые ложки делаю на ведро вот такой растворчик по целому литру сейчас я под каждый кустик внесу то есть огурчики сегодня и опрыскали фитоспорином и подкормили я думаю что спасибо они нам скажут вот такой фитоспорин в виде пасты фитоспорин м паста и вот здесь в инструкции написано хорошо что здесь это все расшифровано содержимое пакета 100 грамм пасты развести в 200 миллилитрах стакане воды тщательно перемешивая будет готовый раствор и также здесь написано как потом на ведро воды в какой пропорции все это добавлять почему паста потому что я посмотрела видео и хвалят люди пасту хотя продают фитоспорин и в порошке ну как то вот эта паста зарекомендовала себя лучше вот 200 грамм у меня тут уже воды здесь вот я растворяю водичку желательно брать не хлорированную потому что тут все-таки бактерии вот маточный раствор у меня завтрашнему дню будет готов завтра я проведу опрыскивание огурчиков проблемных и томатиков заодно тоже все опрыскивание от грибковых 26 июня согласно инструкции сделали обработку всего огорода очень удобно кстати шприцом набирать значит поскольку ты набирал по я набирал 8 миллилитров на 8 в общем один миллилитр на литр в расчете ну а перед перед обработкой он снял все вот огурчики какие висели завязи как раз рано утром и пасмурно очень даже комфортная температура сейчас для обработки растений нужно выбирать либо пасмурную либо рано утром либо рано вечером ну вот теперь будем смотреть конечно вот это вот безобразие вот этот куст все обработал и томаты и виноград томаты я не замечала чтобы у нас была фитофтора но для профилактики сделали весь огород прошел и обработал олег сегодня и